Награждение открытия выставки фотографий по итогам конкурса состоялось в Минской библиотеке имени Франтишка Богушевича. Работа конкурсантов, разные сложности и настроения, но все они пронизаны любовью и душевным теплом к детям. Задачей конкурса было напомнить о самых ярких моментах детства, которые останутся в сердцах на всю жизнь. Конкурс планировался когда-то 8 лет назад, как конкурс белорусских фотографов, но потом он неожиданно перерос в международный, мы даже сами этого и не планировали, и не ожидали. А оказывается, интерес к детству, к детской фотографии, он у фотографов есть. Одна из номинаций конкурса традиционно была посвящена духовно-нравственной тематике «Через искусство к духовному единению народа Беларуси, миру, состраданию и милосердию». Вручил диплом победителям настоятель прихода иконы Божьей Матери «Все скорбящих радость» протерей Игорь Коростелев. Этот конкурс раскрывает вечную тему, тему радости, тему счастья, тему любви, доброты, всего самого хорошего, то, что есть на земле. Было действительно очень сложной задачей выбрать лучшие фотографии, но мы смотрели на аспект духовно-нравственный, то есть смотрели, какое качество несет в себе эмоции, какие доброта, милосердие, страдания, возможно, в фотографиях. Вот, естественно, мы выделили те фотографии, на которых это отображалось. Затем состоялось награждение победителей в номинациях «Детский портрет», «Детский мир» и «Дети и природа». Важно этим конкурсам показать не просто красивое детство, не просто детей. В этом есть смысл для нас. Дети есть рядом с нами. И они живут своей жизнью, а мы, взрослые, должны им помогать, направлять их, и оберегать, и защищать, и быть мудрыми наставниками, которые идут рядом с ними по этой жизни. Поэтому очень хочется, чтобы каждый взрослый, у которого рядом есть свои дети, племянники, братья, сёстры, или просто дети, которые живут рядом, чтобы мы были к ним более внимательны, более ответственны. По завершении награждения неповторимую атмосферу создавала театральная игровая программа. Информационный портал Собор Бай для православного телеканала «Союз».